Я к тебе приехал в гости, и куда бы ты меня повёл? Мне бы понравилось в Варшаве, если бы ты меня встретил. Рассказывай, как твои дела? Ты уже на сколько здесь? Ну, я здесь, получается, 9 месяцев. Слушай, круто! Как ты приехал, когда как тебе было? Тяжеловато, освоился? То есть, как быстро познакомился с ребятами? Проблем не было, как-никак. Ну, всё-таки славянский язык. Ну, привык быстро, жил вначале в хостеле, примерно 2 недели. Ну, потом с ребятами собрались и сняли отдельную квартиру. Сработали или откуда? Да, всё, сработало. А у тебя здесь уже изначально были какие-то друзья, или только с кем-то новым познакомился? Ну, с некоторыми познакомился, с некоторыми, не знаю, давно дружили. Ну, так, сожжилось. Вот это вот состояние первое было, когда ты приехал, тяжело было, хотелось ли домой. Как сейчас? Легче стало, не легче? Ну, сейчас намного легче стало. Ну, вначале такой приходишь, и как бы новый город, новый язык, там, ну, не знаю, новые люди, там, не знаю. Может, менталитет другой, не знаю, как-то по-другому ощущаешь, и со временем привыкаешь. Ну, сейчас всё отлично, как бы хорошо адаптировались за короткий срок. На автобусах ездишь? У них, конечно, автобусы вообще классные, да? Да, на автобус, трамвай, я... Да, классно. И ты же знаешь, что у них Wi-Fi есть, и что... Поэтому я там не езжу. Проездной ты покупаешь или же билетики? Потому что я знаю, что если... Я сам покупаю проездной, и когда я только сюда приехал, я покупал только билеты, и на билетах выходило очень дорого, потому что они такие, не дешёвые. А если купить проездной на месяц, то оно очень выгодно. А если ещё купить на три месяца, так там вообще, вообще круто. Вот, и он действует ещё весь с наложью, да? То есть и на метро, и на автобус, и на трамвай, и всё вместе. Потому что, допустим, у меня дома только на раздельные виды. Допустим, троллейбус отдельно, метро отдельно, автобус отдельно, вот. Ну, насчёт проездной, я покупаю сразу на три месяца. В этом плане Варшава очень нехороша. Покупаешь один проездной, и на весь общественный транспорт. Там трамваи, автобусы, электрички, метро. И я купил сразу на три месяца, и не парился. О, Зара. Кстати, там вчера скидки были, оделся, как тебе? Да, молодец. Я сразу же вначале приметил, когда ты шёл, думаю, молодец, хорошо выглядишь. А где ты ещё как вот здесь по вещам, по покупке, вот как раз-таки давай о шопинге? Как здесь цены? В Польше всё-таки своя валюта, злотый, да? И за счёт этого, я думаю, всё намного дешевле. Давай твоё мнение. Злотый, евро, как бы, не очень важно, потому что есть определённые дни, недели, когда в Варшаве, как бы сказать, массовая распродажа, так сказать, скидки, не знаю, до Нового года или после. Короче, ты всю эту тему уже проварил. Да, ну, как бы... И тогда я одеваюсь. Расскажи давай тогда нам ещё про отдых, как ты проводишь своё время, а потом я тебя уже поспрашиваю о работе, давай. Ну, давай. Лежу дома, читаю книгу. Если хорошая погода, с удовольствием иду гулять в Ислу. Вот, кстати, давай свои три любимых места. Вот я к тебе приехал в гости, и куда бы ты меня повёл? Ну, смотрите, вечером на Весну, потому что там очень классно, там, как бы, сделали всё новое, хорошее освещение. Это, во-первых, свежий воздух, много людей, как бы сказать, такой темп хороший. Второе место, не знаю, мне нравятся такие исторические места, например, как Old Town, не знаю, там, а за речкой Прага-Полудник, там, просто гуляешь, не знаю, включил наушники, что такое, и в-третьих, не знаю, там, ну, просто парк. Какой парк? Ну, парк Лазеньки, не знаю, Крулевский, не знаю, парк Навиланове, хоть какое главное, чтобы парк был. Ну да, слушай, все те места, которые ты назвал, они мне нравятся, и мне бы понравилось. Варшава, если бы ты меня встретил и её показал, ну, я бы хотел сразу, чтобы мы с тобой здесь встретили на науке, и потом про велосипеды берёшь, знаешь. А, велосипеды. Вот эти вот, которые стоят, видишь, их уже поставили. Я совсем забыл про это. По-моему, 20 минут бесплатно, а потом 1 злот, 3, 2 злот. Не знаю, очень хорошая тема. Да, 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 мне тоже нравится. То есть, если надо куда-то быстро, я обычно люблю ходить, гулять. Здесь транспортное сообщение хорошее, куча хороших приложений, а вот там, как як до яда, да, или там гугл, через гугл всегда расписание... И самокаты по душе, клайм. Да, и самокаты тоже хорошие. Ну, слушай, тут вопрос, чего ты хочешь. То есть, я, допустим, ты на велосипеде проехал, это более полезно, да? То есть, ты немножко ещё спортом позанимался, самокат стал, носу поковырялся и поехал. Ну, да. Но быстрее, согласен. Да, быстрее. С кем ты работаешь, рассказывай, как тебе работает цель. Расскажи про свой график. Оформлен ты официально, неофициально? Какие у тебя фишки есть, может? В общем, рассказывай всю информацию, всё, что ты знаешь, и давай ещё расскажи, сколько зарабатываешь денег. Ну, хорошо, значит, работаю тогда. Так, работаю я в компании Диашел. Доставка посылок, сортировка посылок по городу. Водителем? Да, водителем, водителем работаю. График у меня свободный. Когда я вначале устраивался, как бы, мы официально всё трудоустраивались через умову. Если через умовы, то зарплата будет, ставка будет начальная выше. И если ты ещё будешь себе трудно работать, то несколько процентов добавляется так, как ты с умовой. А если выходные работаешь, доплачивать? Выходные доплачивать, там, как бы, сколько там было? Ну, много, очень заметно. Выходные обычно двойная оплата? Двойная оплата и с умовой это, ну, очень много. Премии есть? Ага, премии есть, если ты заменяешь кого-то или подряд работаешь в загруженном дне. Например, в праздники или, там, не знаю, особые дни, там, в новогодние праздники, когда всё загружено, то тогда премия обязательно. А что насчёт заработка? В месяц у меня получается 1300-1500 евро. Но это всё зависит от меня, потому что у меня свободный график. Там, ну, не знаю, иногда лень. Иногда хочется погулять. Но пока молоды, пользуемся моментом и работаем. По сколько часов ты работаешь? 8, 10, 12, 15? По стандарту обычно я работаю 8. Как бы сказать, хочется большего? И, не знаю, хочется того, хочется того. И начал работать по 10. Попробовал работать по 10, вроде нормально, высыпаюсь, энергии хватает. Ну, продолжаем. Вкратце говоря, новая страна, новые возможности. Приезжаем, работаем, развиваемся. Неважно, физически, финансово, морально, главное, развиваемся. Пока молодые силы есть, только вперёд. С тобой абсолютно согласен, слушай, у нас новая традиция. Вспомнил свои курсы польского. Счастливого, наилепшего, мы приезжали. Друзья, милого дня, до видения, честь.